Если присутствующих знает наши песни, то, пожалуйста, поднимайте, потому что на это все и рассчитано. А подхлопывать можно? Конечно, подхлопывать обязательно. А ничего, что мы не распетые. Нормально, главное, чтобы мы были распетые. У нас сегодня необычное выступление, мы в этом сезоне еще ни разу не показывали. У нас новые костюмы, обратите внимание. Нарядные, особенно нарядные. Мы всегда нарядные, а сегодня мы особенно нарядные. Поэтому, что-то папа как-то кучкуется где-то там, с тылу прикрывает. Они охраняют отход. Они охраняют отход, да. Хорошо. Обеспечивают. Ну, давайте начинать. Итак, сегодняшний концерт называется «Синеруки джамбли» или «История из волшебного сундука». Но прежде чем мы начнем петь, расскажем небольшую волшебную историю. Далеко-далеко отсюда, на той стороне того листа, на котором написано про нас, нарисован маленький домик. Нарисован он очень просто. Вот квадрат, это сам домик. Треугольная крыша. В домике есть окошко. Дверка. И труба сверху. В этом домике живет волшебник. Его никто никогда не видел, а он там живет и работает. У него очень важное дело. Он делает волшебные сказки и истории. Делает он их из наших человеческих чувств. Из радости, из надежды, удивления, смеха. Когда сказок и истории накапливается много, волшебник зовет своих помощников. Разных зайцев, белочек, хомячков. Отдает им свой большой мешок, и они его относят к нам, к людям. Ведь это же из наших чувств сделано. Но иногда, редко, случается так, что зверюшки простужаются. Лежат с температурой, с градусником. И ждут кого? Кого ждут? Врача, правильно. Или доктора Айболита. И тогда волшебник сам берет свой огромный мешок и отправляется к людям. А мы с Игорем сегодня утром были в лесу. И вот мы гуляем по тропинкам. И вдруг видим, бегут два зайца. Один такой большой, белый. А второй маленький, серенький. И большой белый заяц говорит маленькому. Слушай, я сегодня такое видел, ни за что не догадаешься. Ну, они, конечно, по-своему говорили, по-заячьи. Но Женя очень хорошо разбирается в разных языках, и она как-то с зайцами жила, и зайчий язык понимает. Да, я все поняла, о чем они говорили. Белый заяц говорит, сегодня в лесу, в самой чаще леса, видел я волшебника. Стоит он, держит в руках большой компас и определяет, как ему, куда ему идти дальше. А сам того не замечает, что мешок у него за спиной на сучок напоролся, и из него что-то волшебное сыплется. А маленький серый заяц подскочил и говорит, так побежим, соберем то, что просыпалось из мешка и отнесем волшебнику. Эх, говорит большой, милый заяц, я и сам уже хотела так поступить, но в это самое время налетел ветер, подхватил это волшебное и унесся деревья. И побежали зайцы по своим делам дальше. Мы постояли, посмотрели им вслед, и тоже уже собрались идти, как вдруг опять налетел этот же порыв лета, И прямо на нас из-за деревьев вылетело что-то странное. Какие-то шарики, какие-то фонарики, звездочки, снежинки. Все стрекочет, переливается и жужжит. И каждая светится волшебным светом. И все это вдруг опускается прямо перед нами на торопинку. И решили мы волшебнику помочь. Потому что это те самые волшебные сказки и истории, которые у волшебника из дырки в мешке высыпались. И решили мы волшебнику помочь. И сложили мы эти сказки и истории в наш дорожный сундук. Сели в электричку. Вот он, вот у нас такой сундук. Сели мы в электричку и приехали сюда, в Москву. И сейчас будем по одной вынимать из сундука эти все волшебные истории и вам показывать. Прежде чем мы начнем показывать, можно мне холл чуть-чуть убрать? Холл? Чуть-чуть, да, немножечко. Сейчас. Просто прям как-то совсем как в пещере горного короля я себя чувствую. Подержи, пожалуйста. Вот чуть-чуть совсем, да. Ну, прежде чем мы откроем наш сундук, разлучить песенка про загадочный сундук как раз. Идет по дорожке серьезный индюк, Везет на тележке железный сундук. Но встречу коровы бежит налегке. Скажите, 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 кричит, что у вас в сундуке. Простите, я с вами почти не знаком, Пустите, не то зацеплю сундуком. Ну нет, не уйду я отсюда пока. Не скажете, что там внутри сундука? Не скажете, что там, не скажете, что там внутри сундука. Стоит до сих пор на дорожке индюк, Лежит до сих пор на тележке сундук. И эта корова не сдвинулась с места. И что в сундуке до сих пор неизвестно. Индюк так и не рассказал корове, Что у него находилось в его сундуке. А мы свой сундук как раз сейчас и открываем. Раз, два, три. Ох, сколько там всего. Ну давай, Женя, запускай туда руку и бери первое, что попадется. Чтобы такое вытащить. Вот это, например. Когда ты вытащить думаешь? Да. С него начнем? С него. Что? Как вы думаете, что это? Колесо. Это непростое кольцо. Это то самое кольцо, которое Филин по имени Филин подарил кошечке. А не мог ли это? Медо купили и море уплыли зеленое, как горох. Звезды светит. Соединен ухо, что есть, Крик, который ты увидишь. Кольцом он в лесу, где свин по веке, Резвин в соприке, Кольцом золотым в носу. В носу. В носу. В носу. В носу. Кольцо у него в носу. На шилинг новый и мёд терновый он обменял кольцом, На завтрак венчалых и тюг венчалый с носом во всё лицо. На завтрак ели, айвуйте в теле, а мёд они пили в зной, И рука в руке на морском песке танцевали они под луной. Луной, луной, вдвоём под одной луной. Луной, луной, вдвоём под одной луной. А вот следующий предмет, который я достану, тоже очень странный. Это какая-то палочка. Это палочка? А как вы догадались, что это веер? Похоже на веер. Правильно, это веер. А действительно веер, да. И это тоже не просто веер, а веер из песенки. Про одну уточку и её знакомого кенгуру. И это не просто песенка, а песня балета. Сказала утка кенгуру, и грациозно, вы мне нравы. Вы так прекрасны, поутру, и закатим. Прекрасно. О, сколько жизней водяной, ныряй полочек заводной. А мне бы, воня бы, воня бы, в утру ныря с кормой. Мои дуны. Меня бы взять дома нести, я здесь засохну на корню. Сидеть я буду тихо-ти. Я даже кряк не пророню. Мы перепрыгнем джамболи, и отрывались от земли. И вспомкнем от моря фрутиру, сказала утка кенгуру. Ля-ля-ля-ля. 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 Ля-ля-ля. Ответил утки кенгуру. Я знаю, птица на спине. Залог удачи, но, мой друг, живет сомнение во мне. Принять на спину духом слаб. Я пару мокрых птичьих лап. А они сулят жестокий, грубый матизм, припомнил кенгуру. Сказала утка для больных, болезней утки средства нет. Четыре пары жерстяных купила я носком и плен. И сто сигар из лавы люблю, а люблю тебя ведь и вас люблю. Вы тоже курите? Коу. Ответил скромно кенгуру. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Простите, глупый мой каприз. Я был невежлив неспроста. Вы для баланса сядьте, мисс, на самый краешек хвоста. И скок-поскок вокруг земли почти три раза обошли. И пела укропа ветру. Спаси, спаси. Спаси, спаси. Спаси, спаси. Спаси, спаси. Спаси, спаси. Бакенгуру. Следующий предмет на вид кажется очень простой. Это простой бумажный кораблик. Кажется. Называется он Тимбалоо. Если этот кораблик положить в любую лужу, он из любой лужи найдет выход к океану. И кораблик этот из песенки про синируких джамблей. Большая морская баланса. И чтобы отправиться в это путешествие с синирукими джамблями, нам нужно сделать одно очень важное дело. Сначала нужно брать команду. Да, потому что у нас с вами есть шанс отправиться в путешествие и стать этой командой. Но для того, чтобы мы могли подняться на борт, нам нужны специальные слова и одна специальная мелодия. Поэтому внимательно сейчас мы с вами эти слова послушаем, запомним и скажем. За синей волной, зеленой волной, синирукие джамбли живут. Все дальше и дальше к земле иной они в решете плывут. Давайте попробуем это повторить. За синей волной, зеленой волной, синирукие джамбли живут. Все дальше и дальше к земле иной они в решете плывут. И эти слова мы будем не просто говорить, а будем петь. Мы сейчас поем. Те, кто знает, сразу подпевают. А те, кто не знает, просто запоминают и подключаются. За синей волной, зеленой волной, синирукие джамбли живут. Все дальше и дальше к земле иной они в решете плывут. Теперь давайте представим, что эта песня звучит откуда-то издалека, издалека. Поэтому мы ее споем совсем тихонечко, как будто она едва-едва слышна. За синей волной, зеленой волной, синирукие джамбли живут. А если взрослые будут петь, будет замечательно. Все дальше и дальше к земле иной они в решете плывут. А теперь считайте, что этот корабль, что мы слышим эту песню уже очень близко, да, и она звучит громко и ярко. За синей волной, зеленой волной, синирукие джамбли живут. Все дальше и дальше к земле иной они в решете плывут. В общем, все взрослые, которые не поют, мы вас с вами в путешествиях просто не возьмем. Думайте хорошенько еще разок, прежде чем... Я взрослых убиваю все живое. Это не страшно, мы этого не боимся. А эту песню поможет нам исполнить инструмент, который называется флейта. Флейта, совершенно верно, и она будет не только играть, но она еще будет подавать сигналы, потому что, чтобы команда слаженно работала на корабле, нужны же специальные сигналы, да, когда я подниму руку вот так и возьму флейту вот так, да, нужно будет начать петь то, что мы сейчас с вами запомним. Так, ну что, отправляемся? Да! Взрослые готовы? Меня очень волнует взрослые. Да. Готовы, молодцы. Итак, большая морская баллада о синируких джамблях. В море уплыли они в решете, Они в решете уплыли. Был сильный ветер и жуткий шторм, Гурлюкал град, барабахал гром. Они в решете уплыли. Грутилось, верделось, их решетой им кричали. Утонете вы? Утон. Но рассмеялись они в ответ. Нет, ну что вы? Конечно, нет. Они в решете уплыли. За синей волной, зеленой волной, Синирукие джамбли живут. Все дальше и дальше, к земле идут, Они в решете уплыли. Они в решете плывут. На маленькой мачте из трубки Табачный зеленый парус. Ах, как удачно, что парус они не забыли. Зеленый парус. Их шептали друг другу. Представьте, что будет. Там ветер и вьюга, и небо темнеет. И долг их путь. Скорее, скорее, их надо вернуть. Они в решете уплыли. Но вскоре вода начала плывать, Начала пребывать вода, Чтоб их не тревожила зябкая влага, Пятки они завернули в бумагу. И стало тепло тогда. Поспали в кувшине ночью, И каждый подумал. Да, путь немалый, И небо не видно в такой темноте. Но мы же плывем, И плывем в решете. И мы доплывем туда. За синей волной, Зеленой волной, Синевуки в шамбре живут. Все дальше и дальше, Земля иной, Они в решете плывут. И встало солнце, И вновь померкло, Погас голубой простор. В шамбре лунную песнь запели, И трубы медные заблестели В тени золотистых гор. О, димбало, как счастливы те, Кто может в кувшине и в решете, Кто вслед за луною всю ночь напролёт, Под зелёным парусом вдаль плывёт В тени золотистых гор. Болотит, 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 болоти, Они побывали в затеянном крае Средь западных диких вод Купили свинью и полезные стулья И пчел серебристых гудящих вули И клюквенный кислый торт Живую козу и зеленую галку И сорок бутылок дуду-пузырялки И шимпанзе с леденцовой ногой И риса вон там совершенно другой И сыра Но сыр не в счет За синей волной, зеленой волной Синерукие шамбри живут Все дальше и дальше к земле иной Они в решете плывут И вернулись они через двадцать лет И тогда все сказали Ну вот, они побывали в стране кошмажора И даже летали холмы и озера На острове Ченки-Львов Им сделали клетки из лучших дрожжей Бокалы подняли за лучших мужей И каждый подумал, мы тоже могли Доплыть в решете до прекрасной земли До холмов и озер Ченки-Львов За синей волной, зеленой волной Синерукие шамбри живут Все дальше и дальше к земле иной Они в решете плывут Далеко и странно море По которому плывут эти загадочные снегуки джамы А в нашем волшебном сундуке Есть как раз предмет С берегов этого моря Наверное, вы его узнаете Что это? Ракушка Ракушка, хорошо А знаете, что бывает, когда ракушку прикладываешь к уху? Что слышно? Слышно море Море, ну-ка давайте проверим Вот так слышно? Нет Не слышно, да? Хорошо, сделаем вот так А вот теперь? Слышно? Да, слышно Слышно Да вот давайте представим Вот трещотка там Что мы находимся на берегу этого моря Не просто трещотка У нас просто там есть маленькое море И она нам там шуфит Представим, будто мы на берегу моря Накатываем прибор Лежат прибрежные камни Мой голодный пёс Старый лохматый пёс Вон он на солнце спит Гальку уткнувший нос Вместо костей грызёт Гальку и валу Вот по песку подзёт Струйка его слюны Но иногда на нём ходит шерсть Ходун он Скачет и хочет пёс Чайку схватить за хвост Брызги летят кругом Грозен рычанье гром Только к утру опять Ляжет на берег Спать Тут голодный пёс Старый лохматый пёс Вот он на солнце спит Гальку уткнувший нос Ой, голодный пёс А что я сейчас вынул из нашего сундука Никто никогда не узнает Потому что я вынул вот это А что там было? Какие версии ещё? Ничего Правильно Я вынул из сундука ничего И сейчас у нас будет Настанет время Считалочек и загадок Но это не простые считалочки и загадочки В них не хватает одного слова Вместо этого слова там как раз ничего А вы как раз это слово и подскажете нам Эти считалки и загадки Написал прекрасный поэт Из немецкого города Марбург Вадим Левин Первая считалочка для кошки Раз, два, три, пять Раз, два, три, четыре, пять Кошка учится считать Потихоньку, понемножку Прибавляет к мышке кошку Получается ответ Кошка есть, а мышки нет Это очень легко Давайте тогда, чтобы мышкам не было обидно Считалочку для мышки Раз, два, три, четыре Посчитаем дыры в сыре Если в сыре много дыр Значит вкусным будет сыр Если в нем одна дыра Значит вкусным был Вчера Молодцы Вчера, правильно Да, но кошкам снова обидно Поэтому вторая считалочка для кошки Кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки Продолжайте Это не так просто Давай заново Да, дальше Кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки Кошки, мышки, кошки, кошки, кошки По-моему, очевидно Загадка Дождь прохладный хлещет косо Вот так туча умница Едет туча на колесах По раскаленной улице До краев дождем полна Ей воды не жалко Называется она Машина Хузовая Машина поливалка Поливалка, вот так Ну хорошо, а вот Поливалка А вот еще загадка Очень странно, что за пруд Ни плотины, ни за пруд Берег белый, словно мел Где не ступишь всюду мель Да к тому же иногда В нем горячая вода Что это? Лава Лава И не странно, и не странно Потому что это Ванна Ванна Это ванна А вот теперь самая трудная загадка Из всех наших загадок Которую даже взрослые Не умеют решить Кто покруче чуть Заметно К туче, к туче Метр за метром Поднимается Поднимается с трудом На спине Несет свой дом Улитка Взрослые Черепах Да, 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 да Да, 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 да Говорите, говорите Альпинист Альпинист Правильно, потому что ответ на эту загадку такой Думай, думай, не ленись Не улитка, альпинист Следующий предмет В нашем сундуке Очень необычный Если раньше были очень простые предметы То сейчас Вот такой Ну какая же это черепашка Лягушка Это лягушка Правильно Это музыкальный инструмент Черепашка-ниндзя Это филиппинская жава Это действительно музыкальный инструмент Да, она может создавать разные звуки Между прочим Это черепашка-ниндзя Да Несмотря на то, что она сделана из дерева Она может создавать звуки Например, такие Да, а еще может создавать так А еще вот так Да И эта филиппинская жава Специально к нам прибылась в Филиппин Чтобы петь вместе с нами песенку Песенка называется «Клевер» Народная английская песня Да, чисто в русском языке Клевер цветет Дили-дили, клевер и лен Королевою будешь я королем Клевер цветет Дили-дили, клевер и лен Ты королевою будешь я королем Дом-дом-дом-дом-дом Дили-дили-дом-дом-дом Дили-дили-дом-дили-дом-дом С лук мы пошлем, дели-ди-ли, клевер вози, теленый раз, дели-ди-ли, сено красить. Дом, 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 дели-ди-ли, дом, дом, дели-ди-ли, дом, дели-дом, дели-дом, дом. Тех в огород, дели-ди-ли, этих подвал, чтобы никто, дели-ди-ли, нам не мешал. Тех в огород, дели-ди-ли, этих подвал, чтобы никто, дели-ди-ли, нам не мешал. Дом-дом-дом-дом, дили-ди-ли-дом-дом-дом Ты королевою будешь я королем. Дом-дом-дем-дом-дом-дом-дом-дом А хотите, из нашего волшебного сундука Вылетит настоящая бабочка? Это настоящая бабочка, только это называется галстук-бабочка Две бабочки, ну раз они вылетели, их надо надеть на себя И мы сразу превратимся в английских джентльменов Англичане любят есть на ужин пудинг, потому что пудинг очень вкусный блюдин А тот, кто любит пудинг и часто ходит в гостинг, не бывает худинг, а бывает толстинг Разговор двух английских джентльменов На Трафальгарской площади в 6 часов после пролета чайки на северо-восток Сэр, Джонатан Билл, который убил медведя в черном бару Сэр, Джонатан Билл, который купил в прошлом году кенгуру Сэр, Джонатан Билл, который скопил пробок два сумбука Сэр, Джонатан Билл, который кормил финиками выкопал Сэр, Джонатан Билл, который лечил ячмень на левом глазу Сэр, Джонатан Билл, который учил петь по нотам козу Сэр, Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Трот Так вот, этот самый Джонатан Билл Очень любил компот А вы любите компот? Да! А варенье? Да! А что больше, компот или варенье? Я люблю варенье! Мнения разделились Кто-то любит компот, кто-то любит варенье А как вы относитесь к привидениям? А я люблю привидения! А я люблю привидения! Но вы не волнуйтесь, потому что в следующей песенке у нас будут специальные привидения Которые очень любят варенье Да, привидения у нас тоже с собой Море у нас было с собой Привидения у нас с собой Они живут вот в этой вот глиняной такой окаринке И они будут тоже песни вместе с нами подпевать Шоколадка Тёмной ночью привидения В старом высохшем дупле Распивают чай с вареньем Сладкой чумокой небом угле Надоели им гнилушки да моченые сморчки Привидения дуют в кружки Обжигая кулачки Обжигая кулачки Вот они спорхнулися ели В лунном свете мельтешат Значит, всё варенье съели За добавкой успешат Липнут к окнам нетерпенье Я решил сказать в ответ Извините, привидение Но варенья больше нет Как это нет? Как это нет нашего клубничного? Варенье кончилось Приходите завтра Привидение полетели в свою страну Где им дают варенье на завтра к обеду и ужин И компот еще потом В этой стране привидение Все говорят на специальном привиденческом языке Поскольку привидение Про кого-то потом Сначала мы разберемся с привидением Так вот Привидения говорят на своем особым языке В котором есть только одни гласные звуки То есть те, которые можно петь А, О, У, П, И И чтобы нам проследовать вслед за привидениями Нам нужно спеть песенку на специальном привиденческом языке Ну, чтобы у всех это получилось Надо взять какую-нибудь очень известную песню И перевести ее на язык Например, песенка про двух веселых гусей Я думаю, все знают и дети, и взрослые Помните, да? А кто не помнит, давайте сейчас Жили у бабуси Два веселых гуся Один серый, другой белый Два веселых гуся И вот, например, если спеть ее на привиденческом языке Используя только букву А Смотрите, как это звучит И сразу включайтесь Жало оба баса Два васалах гаса А танцарай дракай балай Два васалах гаса Поначалу не у всех получается Нужна тренировка А вот давайте, теперь вы скажите На какую гласную букву сейчас в следующий раз споем? О Ну давай на О Жало оба баса Два васалах гаса Один серый, другой балай Два васалах гаса Гаса большие О, баса И А ты уверен, что ты сумеешь спеть эту песню на букву И? Да? Да, ну давай Ну давайте попробуем Три-четыре Жилы и бэ-бэ-си Двы бэ-силых кэ-си И танцеры Дрэ-ки-бэ-ли Двы бэ-силых кэ-си Давайте в последний раз какую-то самую сложную букву На Ю Это будет очень французская песня Или киргизская Или киргизская Ну давайте, буква Ю Жю-лю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-сю Музыкальная загадка. Вот что-то такое там летит. Смотрите, он там летит. Что это летело? Что это было? Улетело. А он второй летит. Смотри, второй летит. Ой, тоже улетел. Питалет. Что это такое? Питалет! Что это такое? Какой летает у вас тут? А вот сейчас мы споем песенку, и все узнают, что это было. По нему летел самолетик, сидел за штурвалом пилотик. А следом летел, последом летел, последом летел самолет. Его вел отважный пилот. Его вел отважный пилот. А следом летел самолётище, А следом летело, а следом летело, А следом летело такое, Что мне не давало покоя. Ля-ля, ля-ля-ля, 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 Что мне не давало покоя. Ну ладно, такое летит. Но страшно подумать и страшно представить, кто там за штурвалом сидит По небу летел самолетик, а следом летел самолет А следом летел самолетище, а следом летело еще Кто там за штурвалом сидит Попробуем достать еще один предмет из сундука, что не очень-то просто Что это такое там? Встретил я в лесу ежа, еж лежал в лесу жужжа Я спросил ежа, скажите, отчего вы так жужжите? Еж в ответ я не жужжу, после ужина лежу Я на ужин съел ужа, может, он лежит жужжа Я спросил ужа, скажите, отчего вы так жужжите? Уж в ответ я не жужжу, после ужина лежу Жабу съел я у болота, может, ей жужжать охота Жабе я кричу, скажите, отчего вы так жужжите? Жаба квакнула у жу, и совсем я и жужжу Проглотила я жука Жук жужжи Наверняка Все кричат жуку Скажите, отчего вы так жужжите? Ну, жужжу, ответил жук И ждаю нормальный жук Я всегда, когда лежу, после ужина жужжу Новый предмет из волшебного сундука Что здесь такое? Уши А вот так? Уши Знаете, бывают такие сапоги-скороходы? Да А в каждых сапогах-скороходы обязательно должны лежать стельки Удобноходы Для того, чтобы было Мягкоходы Мягкоходы, да И вот это как раз стельки из таких волшебных сапог Об этом как раз и следующая песня У-а-у-а-у-а-у По дороге я бегу, бегу, бегу На ногах по сапогу, по сапогу Где сапожки на сапог, там сапог, сапог Лучше выдувать не мог, не мог, не мог Лучше выдувать не мог У-а-у-а-у-а-у-а-у Но однако же могу, могу, могу На ногах по сапогу, по сапогу Где сапожки чистый хром, чистый хром-хром Лучше выдувать не мог, не мог, не мог Лучше выдувать не мог У-а-у-а-у-а-у-а-у Но однако же могу, могу, могу На ногах по сапогу, по сапогу Так же сам-то на ногах, ногах, ногах Лучше выдувать не мог, не мог, не мог Лучше выдувать не мог У-а-у-а-у-а-у-а-у Мах-мах-мах-мах Убежали Убежали, сапоги, скороходы убежали А стельки оставили А стельки забыли, да Следующий предмет очень-очень волшебный Сразу приготовьтесь А вот Носок! А следующий еще волшебный Это червяк Носок! Два червяка Ну те, кто знает, конечно Конечно, знают, что это два волшебных червячка А вовсе никакие не носки Вот такие червячки Это два волшебных червячка Очень длинные Звучит народная червянская песня Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ёй, 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 ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Он себе построил дом. К лесу задом, кверху дном. Ой-ёй, ой-ёй, ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вместо пола положил черепицу И завёл себе жену И завёл себе жену Червячицу Червячицу А вот необычная загадка Тоже достаётся из нашего сундука Как вы думаете, что это такое? Монета, копейка, золото Сколько? Одна копейка? Там же написано, сколько Это пять копеек Как одним словом можно назвать пять копеек? Это бумажка Пятачок Пятак, хорошо, а вот это что такое? Пятачка Правильно, а вот это что такое? Три пятачка А как вы думаете, они одинаковые или разные? Одинаковые Правильно, потому что они одинаковые, конечно же Это же пятаки Они все одинаковые А есть такие чудаки, которые думают, что каждый пятак отличается от другого И об этом следующая песня Которая так и называется Чудаки Я послал на базар чудаков Там чудакам пятаков Там чудакам пятаков Один пятак на кушак А который пятак Только ночью пришли чудаки Принесли мне назад пятаки Извините, но с нами пятак Мы забыли Который куда Который кушак на пятак Который кушак на колбак А который кушак так Который кушак так Который кушак так Который кушак на колбак Который кушак так 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 А вот загадка посложнее. Как вы думаете, что это такое? Не то! А вот это? Два и два. Киндер сюрприз. А вот это что? Три киндер сюрприз. А как вы думаете, они одинаковые или разные? Одинаковые. А вот и нет, они разные. И об этом стихотворение. Три яйца, встав на бортик к кастрюле, В кипяток по команде нырнули. Совершали в воде процедуры Для своей яйцевидной фигуры. Я свалилась! Скачаю зарядку! Прокричала одно то, что с мятку. Дайте воздуха свежий клоточек! Прокричала другое в мешочек. Только третье яйцо оставалось. И в кипящей воде болтыхалось. В восхищении замерли двое И воскликнули. Да, ты крутое! Давай, Женя, вынимай же следующий предмет из волшебного сундука. А где он? А где он? А что? Ну я сюда, вот его положила, вот перед концертом я сюда его клала. Вот сюда? Да, вот сюда. И он должен быть здесь? Да, вот здесь вот это вот есть. Да, вот червячки здесь лежат, вот шарики тоже здесь лежат. Что? А где он? Что? Я положила сюда, перед концертом я положила сюда хлопок в ладоши. Так вот же он. Где? Хлопок в ладоши. Вот же он, смотри. Ой, действительно, вот. Ловите. Еще раз. А теперь вот так, вот так, вот так, вот так, вообще, 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 вот так, вот так. Главное по команде, вовремя закончить, да? Вот так. Так, вот, через. Джон носит блестящий прорезиненный колпак, Джон ходит в блестящем прорезиненном плаще. Вообще, 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 Джон носит блестящий прорезиненный портфель. Джон носит блестящий прорезиненный колпак, Джон носит в блестящем прорезиненном плаще. Вот так могут Джонни, вот так и вообще Вот так, вот так, вот так и вообще Вот так, вот так, вот так и вообще Ну и сейчас достанем последний предмет из нашего волшебного сундука а может и не стоит его доставать достаточно просто услышать что это птица так она о чем-то поет женя ты знаешь прекрасно заячий язык ты наверно знаешь и птичий подожди еще разочек еще разочек пожалуйста чтобы я могла ага я иду по облакам так это же песня конечно я иду по облакам я иду по облакам я иду по облакам я иду по облакам из далека далека туфлями стуча я иду по облакам будто из в лучах птица певчая в руках перьями пестра я иду по облакам я иду по облакам я иду по облакам я иду по облакам ниткой шелковых строках я иду по облакам слушаю стихи синий змейкою река с этой высоты я иду по облакам жаль не видишь ты я иду по облакам я иду по облакам я иду по облакам я иду по облакам Трам-парам-пам-пам Молодцы! Ну, собственно, на этом наша официальная часть закончилась. И пока мы здесь с вами пели, волшебник уже вернулся домой, уже сел у себя дома в камине, и видите, перед камином, видите, из трубы идет дым, значит, он уже дома, и все закончилось хорошо. Вот так. Ну, в качестве бонуса, мы решили сегодня спеть одну песенку, которая звучит на нашем диске со спектаклем «Гефилт Элит». Я знаю, Гефилт Элит! Ну, вы знаете, вы молодцы, а другие не знают. Это песенка про рыбку Борю, Бульку. Она очень часто исполняется в самом спектакле, и мы часто послушиваем нарекания по этому поводу. Те, кто слушает диск, они говорят, почему вы не поете в спектакле? И мы решили сегодня это исправить. Вот у нас есть рыбка Боря. Прямо копия его, практически его родной долг, близнец. А еще мы поем эту песню и потому, что «Гефилт Элит» мы будем показывать здесь, в Гиперионе, 28 декабря. Целый спектакль будет 28 декабря приходить. Мелкий рыбка Боря, Булька, это очень мелкий рыбка. Круглородый, головатый, полосатый, волосатый. Мелкий рыбка Боря, Булька, каждый вечер произносит Изумительный пузырик, полосатый, волосатый. Он всерва его готовит, лепит круглыми губами, А потом его приносит и выплевывает в небо. Поднимается пузырик, как торжественная песня, Коперя в силу отражаясь в грунтом небе водолёва. Толпы рыбок приплывают, каждый вечер что увидеть, Изумительный пузырик, полосатый, волосатый. И не в силах удержаться, каждый рыбка произносит Тоже маленький пузырик, даже пусть не волосатый. И пузырики взлетают, как свернественные песни, Как сверкающее солнце мелких рыбок водоёма. А великий Боря, Булька, смесь новинок с Аполлоном Потихоньку плывает в однородную природу, В полосатые потоки волосатого пространства, Где пузырики родятся во голове его дремучей. Буль, 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 буль Если у кого-то случайно нет еще наших дисков, они есть у нас. Или вдруг они застарились. Они есть у нас, можно их вот здесь вот требовать. Если вдруг они стерлись. В следующий раз проверим. Оставьтесь, пожалуйста.